Когда вы читаете самостоятельно какие-то буддистские писания, то пазм не складывается. То есть в буддизме, в писаниях действительно все описывается, ну частично, часть описания реальности. И для того, чтобы пазм сложился, нужно до некоторой степени понимать йогу, понимать, как двигаются энергии в теле человека, изучить в принципе йогу. Почему мне так легко этот пазм складывать? Потому что, получается, я по своей жизни занимаюсь параллельно и йогой, и буддизмом. То есть мне с одной стороны. Почему я начал именно буддизмом интересоваться, объясню. В свое время я столкнулся, когда с первым своим учителем и получил первое разочарование, я понял, что учителя все отличаются. То есть даже если ты нашел какого-то учителя, учитель может тебя довести до определенного рубежа, который, допустим, он сам достиг, но дальше ты обязательно в нем разочаруешься. То есть увидишь много граней, которые тебе не интересны. И я понял, что я очень хорошо помню этот момент. Мне было лет, наверное, 17. Я шел по улице, помню, в каком городе, по какой улице. У меня просто просветление случилось. Я понял, что... Да он же просто... У меня был тогда учитель. Я понял, что на самом деле нужно найти совершенного учителя. То есть нужно найти того, у кого учиться, чтобы не тратить время, что он тебя чему-то обучает, а потом ты понимаешь, что на самом деле он сам несовершенен. И тогда я начал искать книги. В Советском Союзе с этим была очень большая сложность на самом деле. Но по факту я тогда начал искать... У меня первое такое зародилось сильное желание найти учителя. Я начал читать книги, те, которые были доступны. Я начал искать те или иные писания. Я столкнулся с йогой. Но у йоги основная проблема – сколько учителей, столько и мнений. И у них один учитель йоги говорит – вот только наша система самая правильная и совершенная. Все, что остальное – это фигня полная. Ну то есть очень сильно друг друга опускают, и постоянно это происходит, к моему большому сожалению. Я тоже понял, что это несовершенно. Но йога, она работает намного лучше, чем в буддизме. Почему? Потому что буддисты, они себя обезопасили предварительными практиками. То есть, если ты хочешь столкнуться с чем-то более-менее серьезным, будь любезен, оттарабань 100 тысяч раз мантру, 100 тысяч просирай, там на самом деле не 100 тысяч, там еще больше. Потом 100 тысяч подношений, потом чтение определенных. И только тебе потребуется лет, наверное, 7-8 для того, чтобы тебе сказали – послушай, и начали тебе передавать что-то серьезное. И ты через 8 лет понял – да, в принципе, ничего тайного-то в этом нет. Это и описано в книгах. То есть, я просто подготовлю, мягко говоря, очень хорошо к этому, но не более того. Но, в общем, одновременно я бы тебе рекомендую и йогой, с одной стороны, заниматься, и читать сутры. Если ты в прошлых жизнях был апологетом и йоги, и буддизма, ты сможешь найти ту самую золотую середину для себя, которая тебе поможет выжить и найти тот путь, который именно для тебя, для этого уровня развития, будет самым совершенным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!